Духом люди с ограниченными возможностями здоровья из Наринмара, искатели Тельвиски, Красного и Коткина в пятый раз собрались на традиционную спартакиаду для инвалидов. Она прошла в Большом зале спорткомплекса «Лидер». От тех, кто уже победил, Любовь Пермякова. В главном физкультурно-спортивном событии приняли участие более 70 спортсменов. Соревновались в пяти видах спорта. По трем паралимпийским видам – стрельба, настольный теннис и пауэрлифтинг. И двум видам спорта, не входящих в паралимпийскую программу. Это дартс и армспорт. Именно по армспорту и теннису в прошлом году победителем стал Валентин Тяросов. Армспорт и теннис в тот раз. А сейчас, не знаю, кулевой стрельбе у меня там не очень получается. Здесь уже места все заняты. По словам Валентина Тяросова, в этом году соперники очень сильные. Желающих сразиться в спортивной борьбе с каждым годом становится больше. Сегодня у нас, значит, теннис, стрельба из пневматической винтовки, дартс, армспорт и пауэрлифтинг. Жим штанги лёжа. У нас появился, значит, сейчас в команде новый человек, Родчев Алексей. Я, конечно, в шоке от этого. Он поднимает 170 килограмм. И я думаю, что пара Крым на следующий год. Мы просто будем лидировать. Чтобы стать лидерами на Всероссийском фестивале «Пара Крым-2016», у наших спортсменов есть все шансы. Игры, которые будут входить в спортивную программу соревнований, в этом году на средства гранта приобрела руководитель организации Надежда Ковалевская. Это вот надо попасть вот сюда, да? Да, это надо, значит, попадать сюда. А как называется? Это называется джакала. Здесь может играть и колясочник, и опорник, и, ну, все могут играть. И пожилой человек, и даже у кого-то, если руки нет, он может левой рукой играть. А здесь что надо делать? Это значит, надо вот тихонечко, тихонечко, без какой-либо силы и без нажима. Очки тоже зарабатываешь вот так. Тихонечко. То есть, да, значит, 7 баллов, да? А если ты вот так сильно в борт стукнулась, все, это не считается. Да, можно попробовать. Вот, видите, попало. Кстати, в сентябре этого года на Паракрыме наша команда завоевала бронзу. Результаты этой спартакиада станут известны в ближайшее время. Но, как отметили организаторы фестиваля, все участники уже победители. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.